У нас управляющая компания всего две недели. У них денег даже наших нет еще. Поэтому их тоже понять-то можно. Ситуация нонсенс. Жильцы регулярно рискуют жизнью из-за глыбы снега над головой, но не имеют претензий к своей управляющей компанией. Вот только прокуратура такую солидарность не разделяет. Не дай бог, если будет совершен сход снежных масс с крыш, то есть травмируется, за это предусмотрена уже уголовная ответственность. Рейды по очистке дворов после обильных снегопадов в Самарском районе проходят регулярно с участием представителей надзорного ведомства, общественников и местной администрации. Мы контролируем и работу управляющих компаний, работу обслуживающих организаций и, собственно говоря, за администрацию внутригородского района тоже закреплены участки. В частности, это внутриквартальные проезды. Мы их тоже отрабатываем оперативно после каждого снегопада. Редко, но встречаются и нарушения. Как правило, неубранные дворы и вовремя не сбитая наледь с крыш. Мы реагируем в том числе и с привлечением к административной ответственности. Это штрафы. Мы надеемся, что до людей все-таки дойдет, что с такими вещами не шутят, что на кону жизни и здоровья людей. Только в минувшее воскресенье в Самарском районе составили 17 материалов на недобросовестные ТСЖ и управляющие компании. Рейды в Самарском районе продолжатся до нормализации ситуации.